привет друзья я смотрю среди моих подписчиков возникло некоторое непонимание надо ли кормить рыб в пруду вопрос далеко не простой и не так однозначен как может показаться все зависит от того какого объема у вас пруд сколько у него посажено рыбы и для каких целей вы там содержите эту рыбу есть пруды откормочные где содержат толстоловика карпов и прочую рыбу на для промышленного производства для питания там безусловно рыбу откармливают и недавно мне попался такой ролик ю тубе когда человек в пруду кормил рыбу обычным сеном у него в пруду был толстолобик и он каждый день на большой пруд выкидывал на коршунную тележку сена ну обычно в садовую тачку травы на кости ты кидают пруд и за день толстолобик сжирал эту траву конечно того толстолобики плавали толстые жирные и он их по осени вылавливал и кушал ну вот посмотрите на мой вот этот прудик на две тонны он где-то полтора на метр двадцать размером и 70 сантиметров глубиной сюда сажаю рыбу не на откорм не для питания да просто высаживаю аквариумную рыбу как декоративную на лето и плотность посадки рыбы здесь не так как так не такая большая как например встречается в аквапарках где здоровенные 50 сантиметровые кои просто роятся просто толкают друг другом боками и где их безусловно кормить здесь у меня сейчас плавает 8 рыбок вот если вы можете видеть то эти рыбки почти разблюлись по всему водоему их сейчас не видно здесь около пяти рыбок размером 6-7 сантиметров и три рыбки размера 12 сантиметров они роются в траве их почти не видно по одной они всплывают время от времени когда я вижу две три рыбки но не больше то есть плотность посадки рыбы в этом водоеме в этом прудике гораздо ниже чем плотность посадки той же рыбы в аквариуме кстати в аквариумах когда я уезжаю в отпуск я неделю а то и две никогда не кормлю рыбу и вся рыба остается живая но в этом пруду рыба живет у меня все лето это 3-4 месяца и надо ли и в этом случае кормить сейчас пруд только что запущен и он довольно пустой и поэтому я вот подкармливаю рыбу в данный момент пока пруд еще довольно пустой слегка подкармливаю гомарусом хлопьями отчасти делаю это для того чтобы привлечь рыбу чтобы можно было ее все рассмотреть она подходит на питание подходит не очень охотно но тем не менее время время от времени собирается вот сейчас я вы спал кормить из какое-то время рыба здесь соберется на корм и я смогу оценить здоровье рыбы смогла смогу оценить всю рыбу которая у меня есть в этом пруду к этому пруду прилетают различные насекомые особенно по вечерам собирается много мух комаров и всяких мелких мошек сейчас тут летают стрекозы то есть какая-то жирность в этом пруду постоянно присутствует кроме того даже сейчас здесь присутствует достаточное количество зеленки вот здесь вот если посмотрим островка есть какое-то количество водорослей которое время от времени щиплет золотые рыбки то есть даже сейчас пруд нельзя назвать совершенно пустым через неделю-две этот пруд зарастет зеленкой все стенки покроются водорослями и золотым рыбам будет здесь что поесть кто из вас ходит на рыбалку ловит летом плотву карася тот знает сколько зеленки выходит из этого карася из плотвы и летом например я рыбу и речную есть не могу из-за того что она сильно пахнет тиной она жрет всякую зеленку и воняет тиной плотва очень вкусная когда ловишь ее по последнему льду после зимы когда зеленка вся из нее выйдет и плотва становится не такой вонючей в то же время остается все еще жирный вкусный кто из вас не сталкивался с таким явлением как общипыванием молодых листиков в аквариуме любят общипывать молодые растения в аквариуме барбусы любят хватать водорослиеды всякие водоросли в аквариуме почему они называются водорослиедами но у меня золотые рыбы они также питаются водорослями питаются различными насекомыми которые падают в воду кроме того в воду падают различные семена растений и так далее так далее так далее золотые рыбы также находят что-то в детрите питаются детритом в детрите всегда есть в грунте аквариума всегда есть какие-то грибки и бактерии и не переплевшие остатки растений какой-то живности и золотые рыбки также питаются этим детритом также как раки крабы любят порыться в детрите то есть даже вот таком пустом бассейне здесь им сейчас корма почти хватает а через две-три недели здесь его будет вполне в избытке и поэтому для тех восьми рыб вот эти две тонны вполне достаточно для прокорма и вот этот двухтонный бассейн их вполне сможет прокормить но тем не менее я слегка подкармливаю рыб кормом каким-то аквариумным даю мотыля даю в бассейне трубочника мотыль и трубочник падают на дно и золотые рыбы очень охотно берут живой корм со дна это способствует лучшему размножению золотых рыб но перекармливать не здесь совершенно не охота потому что на зиму мне их придется высаживать в аквариум если сейчас и здесь откормлю живыми кормами богатым белком они очень хорошо вырастут очень крупными будет и на зиму мне их будет просто некуда деть для того чтобы их сохранить зимой мне нужна будет большая 200 литровая бочка с холодной водой и сильной аэрацией так хранит живца зимой мой знакомый рыбак он ставит огромную обычную 200 литровую пластиковую бочку в коридоре сует туда компрессор и у него всегда живые живцы дома но золотых рыбок я так содержать не хочу золотых я зимой содержу в аквариуме и поэтому мне не стоит их слишком сильно откармливать потому что они потом просто не влезут в аквариум на сегодняшний день этому прудику уже больше 18 лет за это время я разводил в нем акар голубовато-пятнистых разводил здесь меченосцев гупех и самую разную рыбу и бывали годы когда рыбу в этом бассейне в этом прудике не подкармливал вообще ни разу за все лето тем не менее рыба здесь очень хорошо подрастает на естественных кормах мальки растут гораздо быстрее чем в аквариуме и к осени у меня было до 60-70 гупех и меченосцев которых я потом не знал куда девать и согласитесь на две тонны прудика 60-70 небольших рыб таких как меченосцы или гупи это вообще ни о чем тогда когда в 100 литровом аквариуме содержит некоторые умудряют содержать больше ста гупех или меченосцев что бы я хотел сказать в заключении стоит ли кормить рыбу в пруду в летнем пруду если конечно вы содержите рыбу для откорма для продажи последующей и у вас очень большая плотность посадки то наверное рыбу кормить надо а если вы просто на лето высаживаете сюда десяток другой небольших аквариумных рыбок и если пруд у вас достаточного объема то но это вся рыба здесь вполне найдет чем прокормиться даже такая хищная рыба как меченосцы они всегда найдут какую-то живность живность в грунте живность которая насекомые которые падают на поверхность воды я не раз видел как золотые хватают комаров с поверхности всяких мошек особенно по вечерам после заката солнца золотые поднимаются к поверхности и слышно чавканье они заглатывают здесь разную мошкару которая в это время опускается к пруду ну и кроме того не забываем что летом даже в пустом корыте с дождевой водой заводятся различные калавратки циклопы дафни заведутся они безусловно и в этом открытом прудике и этот прудик будет полон планктона это также хороший корм для ваших рыбок так что друзья не надо переживать что ваша рыба прудике будет голодать она всегда в открытом водоеме найдет чем питаться а на этом все друзья всем пока всем здоровых красивых аквариумов